Друзья, снова всем привет и добро пожаловать ко мне на канал, где мы с вами гуляем по улицам районов и кварталов необъятного Стамбула. Делимся мнениями в комментариях, ставим лайки и подписываемся на канал. И сегодня у нас с вами долгая-долгая прогулка. Мы с вами обозрим весь общественный транспорт, который только может быть в Стамбуле. Какой он бывает, как им пользоваться и еще некоторые особенности. И все это вы узнаете сегодня из моего видео. Присаживайтесь поудобней, наливайте, как обычно, чашку чая или бокал вина. И всем приятного просмотра! Друзья, мы начинаем с маршрутки. Вот она, родимая, подъехала. Вы поставьте лайк. Ну и мы начинаем наше... оп! Путешествие. Гордан и квартал. Сейчас, друзья, оплатим. Проезд стоит 12 лир. Вот так выглядит маршрутка. Сейчас я сюда куда-нибудь помещусь. Маршрутка – единственный транспорт, который оплачивается, друзья, наличными. Все остальное можно использовать из Стамбул-карт. Мы с вами о ней позже немного поговорим, когда на Мармарай подъедем. Точнее, к Мармарай. Вот. А сейчас мы с вами пользуемся маршруткой. Это очень популярный, я думаю, в любой стране, в любом городе вид транспорта. Здесь он выглядит вот так вот. Синие такие транспортные средства. Обычно мерседесы. Вот. И с вами потихоньку движемся. В Турции, друзья, маршрутки называются Долмущ. Переводится как «битком набитые», «забитые». Вот. Ну, в принципе, оно так и есть. Сейчас еще время утреннее, поэтому людей не так много. Стоим. Сейчас доедем до метро. Место освободится. И я присяду. Ну, а пока смотрим, нагинаясь в окна. Вот. Вышла большая часть людей. И здесь уже попросторнее. Здесь я уже сижу. Направляемся с вами. Мы за один день возьмем с вами весь транспорт Стамбула. Общественный. И начали мы с вами с маршрутного такси. Опять напоминаю, называется в Турции это Долмущ. И сейчас мы с вами едем в сторону Картала, в центр. И там мы с вами пересядем на Мармарай. И там уже подробнее я вам расскажу. И покажу, как пополнять карту. Истамбулкарт. И расскажу, что такое Мармарай. Что в нем интересного. Ну, а пока вот такое все у нас еще зеленое. Осень началась. Ночью уже очень холодно. Ну, а днем, как видите, люди. Кто в кофтах, кто в майках. И сейчас мы с вами, друзья, проезжаем еще до сих пор работающий карьер. Воронку. Отсюда добывают, по-моему, газ. Врать не буду. По-моему, здесь еще пока что добывают газ. Ну, а мы уже минут через 7 с вами выходим и пересаживаемся на Мармарай. Вот так выглядят маршрутки. Ну, вот приехали. Оп. Сейчас мы, друзья, находимся в центре картала на станции Мармарай-Картал. Вот так вот выглядят еще раз маршрутки в Стамбуле. Ничего особенного. Ну, коль мы с вами осматриваем весь транспорт общественных Стамбула, ну, его надо было обязательно снять, ее точнее маршрутку. Вот такая небольшая панорама. Ну, и мы двигаемся в сторону станции. А вот и перекус, друзья. Утренний семит и какая-то ягодная жижа. Ну, и вид маршрутки. Все, друзья, двигаемся с вами в сторону платформы. Вот так выглядит обычный вход на Мармарай. Вот желтый терминал, через который все могут пополнять карту. У меня карта полная. Я положил туда денег, но сейчас с вами положим какие-нибудь копейки, чтобы вы посмотрели. Вот также лифт для инвалидов. Все станции, друзья, оборудованы лифтом. Поэтому в Стамбуле инвалидам жить комфортно. Сейчас дождемся. Вот, подходим. Вот, смотрите. Можно выбрать русский язык, но на турецком также тут читать ничего не надо. Ставим карту, смотрим баланс. И вот в это отверстие закидываем с вами денежку. 5 лир, я думаю. Так, ешь. Хватит, чтобы показать. Вот 5 лир на карте. Ждем немного, деньги зачислены. И нажимаем красную. Возвечу. Забираем с вами карту и идем на платформу. Все очень просто. Даже не надо выбирать русский язык. Так, сколько нынче стоит? Марморай. Алло. Труляля. Оп. 29,99. Сейчас объясню вам, как складывается цена при оплате марморой. А пока, друзья, в Стамбуле, приезжая в Стамбул, вы покупаете транспортную карту. Они бывают двух видов. Сейчас я здесь поднимусь и вам расскажу с платформы. Вот, друзья, поднялись. Карты бывают. Вот такой старый образец и вот такая новая. Это те карты, которые вы можете купить в терминалах на любой станции. Метро, автобуса, остановках и разных киосках. Вот так выглядит платформа. Сейчас подойдем, посмотрим все станции здесь на табло. Также везде здесь есть табло, которое показывает, через сколько приедет поезд и до какой станции он будет идти. Ну, а когда уже заберемся внутрь, я вам расскажу про марморой. Вот табло, плакат. Вот от европейской части все эти станции проходят марморой. Вот так вот это выглядит. И также есть электронное табло, где указаны и станции, и время, через которое прибудет состав. Вот и подходит наш состав. Сейчас будем погружаться и расскажу вам об этом уникальном сооружении, как марморой. Вот такой вот вагон корейского производства Hyundai. И вот так вот это все выглядит. Внутри всегда работает зимой либо печка, летом кондиционер в марморе всегда ехать очень комфортно. И вот тормозит. И мы с вами заходим. И не забывайте, друзья, ставить лайки. Так, сейчас мы с вами где-нибудь притормозим. Друзья, марморой с турецкого языка. Марморо это, как уже, наверное, понятно, это мраморное море, а рай это с турецкого языка рельс. Это система пригородных железнодорожных перевозок Стамбула, соединяющая европейскую и азиатскую части города через, отправляемся, друзья, через подводный железнодорожный тоннель, который также называется Марморо и проходит под проливом Посфор. Сама система, вот, посмотрите, везде есть табло электронное, информационное и голосовое, я имею в виду, и также вот на дверях и над окнами. Все есть, все видно, очень светло, очень комфортно. Линия Марморо, друзья, простирается от европейской части, от станции Халкалы до азиатской части, до станции Гебзе. Гебзе это уже провинция Коджайли, это уже под Стамбулом, пригород. И еще одной из основных особенностей Марморо в Стамбуле является то, что это как бы соединение наземной электрички и подземного метро, и подводного, естественно, тоннеля под Босфором. Длина тоннеля непосредственно под проливом всего полтора километра, это такая труба, устойчивая к землетрясениям и закопанная на глубине 64 метра. Там получается 60 метров, как громко, 60 метров под уровнем моря и 4 метра под грунтом. Марморо считается уникальным стратегическим инфраструктурным проектом 21 века в Стамбуле и он является единственным тоннелем в мире, который соединяет Европу с Азией. Протяженность именно подземного тоннеля 13,5 километров, как я уже сказал, полтора километра из которых проходят под проливом Босфор. А сейчас, друзья, мы прибыли на станцию Айрелик Чешмисы и отсюда мы с вами уже уходим под землю. Полная длина линии мармора из азиатской в европейскую либо из европейской, неважно, части в азиатскую. Почти 80 километров и 43 станции. Ну, а время в пути составит почти 2 часа. Сейчас закроются дверки и мы с вами отправимся в тоннель. Ну, и здесь попрошайки. Друзья, строительство тоннеля началось в 2004 году японско-турецким консорциумом, а финансирование осуществлялось японским банком международного сотрудничества и европейским инвестиционным банком. И проект предполагал строительство 13,5 километров тоннеля, куда мы сейчас с вами и въезжаем для пересечения соответственно Босфора и реконструкцию 63 километров пригородных путей с целью создания почти 80 километров железной дороги высокой пропускной способности. Тут уже, конечно, людей побольше. Сейчас мы с вами подъезжаем. Вот станция Искюдар. А следует еще пока что на азиатской стороне. А следующая станция уже будет Сиркеджи, где мы с вами выйдем. Это уже европейская будет сторона. Сам Босфор пересечен сейсмоустойчивым погруженным тоннелем, состоящим из 11 секций и каждая из которых длиной 130 метров. Секции установлены на глубине 62 метра. Въезд в тоннель расположен в Козлы Чешме на европейской части и в Айрлык Чешмесы, где мы с вами ехали, здесь в азиатской части. Проходка тоннеля была завершена 23 сентября 2008 года и официальная церемония открытия состоялась 29 октября 2013 года. Все, друзья, мы с вами уже на Сирке-Джи в европейской части города и сейчас будем потихоньку двигаться к выходу. Есть очень одна такая занимательная фишка при использовании, точнее при оплате Мармарай и метробуса. При выходе, сейчас я, кстати, вам покажу, всегда на любой станции стоят специальные терминалы, где вы можете вернуть деньги. Сейчас мы с вами посмотрим. Кстати, для информации, с этого года очень многие туристы начали жаловаться, но я сам проверил, да, все туристически незарегистрированные карточки Истамбул-Карт больше денежку не возвращают. Ну, а вообще система очень была такая приятная, я до сих пор ей пользуюсь, у меня карта зарегистрирована на Экомет, сейчас посмотрим. Вот я потихоньку выплываю на станцию Сирке-Джи, вот, посмотрите, стоят вот такие вот терминалы, вот у кого-то не получается вернуть. Скорее всего, туристы. Сделали такую, сейчас посмотрим, вот, 7,73 лиры мне вернули. вот здесь, кстати, вокзал Восточного Экспресса, мы уже с вами гуляли в Иминю-Нюм, мы сейчас находимся в Иминю-Нюм, в Ильче-Фатих. Система какая? Если вы едете до пяти станций, у вас одна сумма на Мармарай, до семи станций другая, и больше десяти, третья. Вот мы прошли, проехали, точнее, очень много станций, но вот 29,99 я заплатил, и 7,20 мне вернулось. И вот вокзал Сирки-Джи, а мы на улицу. Вот такая история с Мармарой, вот выход вот на Сирки-Джи, и мы с вами будем потихоньку двигаться и посмотрим, прокатимся на трамвае, вот Восточный Экспресс-вокзал. Друзья, ну а тем, кто планирует переехать в Стамбул, либо арендовать недвижимость на долгосрочный период, либо приобрести же недвижимость, я советую обращаться к проверенным мной, моими родственниками, друзьями, агентству Лакшери Холмс. Они в любое время дня и ночи ответят на ваши все вопросы, проконсультируют и подберут для вас хорошую недвижимость в безопасном районе города. И всегда будут рядом с вами вашей поддержкой и опорой до того момента, пока вы не получите свои ключи на руки. Как обычно, Телеграмм Лакшери Холмс я оставлю в описании под видео. Ну а мы с вами движемся на вот этот прекрасный трамвай. Конечно, на него мы не успеем, но трамваи здесь ходят вот такие. Так, здесь небольшая очередь. Друзья, вот так выглядят трамвайные станции. С обеих сторон вот такие вот терминалы входа-выхода. Оплатим. С меня взяли сейчас 10 лир, но обычно это потому, что я сделал пересадку. Здесь так же, как тройка в Москве, количество пересадок и сумма уменьшается. Обычно стоит проезд 15 лир на метро, на трамвай и на автобус. Метробус, Мармарай и Вабур паром чуть стоят дороже. Сегодня мы с вами также на всем этом прокатимся. Так, здесь надо протиснуться. И сейчас мы с вами доедем на трамвай Т1. Самый, наверное, знаменитый маршрут. Вот на него мы залезем в Стамбуле, потому что он соединяет Фатих и Биулу. Не забывайте ставить лайк и если видео нравится, обязательно делитесь. Так, здесь протиснемся. Друзья, я попрошу вас, пожалуйста, не пропускайте хотя бы одну рекламу, пока смотрите. Это очень сильно помогает мне и моему каналу в продвижении и материально. А если кто хочет поддержать финансово мой канал, ссылка на донат есть в описании под видео. Также можете нажать кнопку супер спасибо. Ну и не забывайте, конечно, подписываться на мой телеграм-канал. Там я иногда делюсь какими-то местами пока снимаю видео либо чем-то таким интересным вне Ютуба. Ссылку также на свой телеграм оставлю под видео. Ну а тем временем мы отправляемся от остановки Сирки-Джи до остановки Лалали. Там мы с вами чуть-чуть пройдем и посмотрим Стамбульское метро. Вот, посмотрите пока прогулку на трамвае по Ильче-Фатих, по району Фатих. Ну а история Стамбульского трамвая началась в 1871 году с открытием первой линии конно-железных дорог с колеей всего в один метр. А с 1914 года конка была переведена на электрическую тягу и трамвай начал свое активное развитие по городу. И достигнув самого максимума в 1956 году, когда в городе было 56 маршрутов, на которых работало 270 вагонов. Но с этого момента сеть начинает сворачиваться. Городские власти считали, что в большом количестве заторов на дорогах виноват именно трамвай. И кроме того, на линиях работали уже морально устаревшие маловместительные вагоны 1910-х годов выпуска. Вот, пока посмотрите также вокруг. Здесь все есть, все табло, световые, звуковые, информационные, разные. Последним днем работы трамвая на европейской стороне стало 12 августа 1961 года. А с 27 мая 1961 года по этой линии пошли троллейбусы. Но уже с 3 октября 1966 года трамвай в Стамбуле был окончательно закрыт. Кстати, троллейбус в Стамбуле продержался абсолютно недолго и был также закрыт в 1984 году. Ну а новая история стамбульского трамвая началась в 1990 году после открытия движения по улице из Стекляль. Друзья, в 1992 году начинает работу полномасштабная пассажирская трамвайная линия, построенная по современным стандартам. И как раз первый маршрут был Т1, которым мы с вами сейчас и воспользовались. А тем временем мы уже на станции лавали и будем двигаться в сторону метро. Будем смотреть с вами метро. Вот такие же, как я уже говорил, остановки. Выходим. И вот такая вот трамвайная система в Стамбуре. Кстати, все трамваи в основном сконцентрированы здесь, в европейской части, так как в азиатской всего одна ветка, которая идет от Кадыкёя, от причала до моды и обратной. Там функционирует такой старый отреставрированный вагон немецкого бывшего употребления. Это, кстати, здание Стамбульского университета немецкого бывшего употребления. И тоже вы можете посмотреть на моем канале прогулку по Кадыкёй. Друзья, ну а тем временем дошел я до станции метро. Также мы до сих пор находимся в Фатихе. Сейчас спустимся. Здесь немного такой спуск, ничего тут интересного не будет. Там будет коридор, потом лифт. И уже выйду из лифта и, я думаю, там мы с вами увидимся. Ну и двери открываются и проталкиваемся через толпу людей. Сейчас мы с вами доедем на метро до Истекляль, до станции Чичханы. Так, друзья, сейчас будем оплачивать, но с меня снимут меньше, потому что делаю пересадки по карте. Обычно это стоит 15 лет. Вот с меня сейчас взяли 8 лир 15 курущ. Как-то темновато здесь. будем ждать поезд. друзья, в Стамбуле вы не встретите станции, как в Питере, в Москве. Вот поезд подъезжает. Как я уже говорил, не встретите станции, как в Питере, в Москве, с такой лепниной исторической. Здесь такого нет. Вот одни из основных старых станций выглядят вот так. Конечно, самые новые станции. Там более все современно, такой хай-тек. А на старых станциях здесь вот такой вид. Под ногами как раз около каждой двери есть вот такие сноски, где именно будет открываться дверь. И удобно стоять, ждать поезд. Кстати, удивительно, что людей не так много. Ну, а мы с вами направляемся в сторону Чичхане, в сторону улицы Истекляль. И там мы с вами прокатимся уже по тюнелю. Это самый первый туннель открытый. Подземный я имею в Стамбуле. И там мы с вами и прокатимся. Друзья, Стамбульское метро состоит уже из 11 линий и 140 станций. 8 линий расположены в европейской части города, а 3 линии в азиатской. Открыт был метрополитен 3 сентября 1989 года. Очень много станций сейчас находится на этапе строительства. Город растет и линии метрополитена соответственно также растут. Самая новая линия открылась недавно, которая идет от нового аэропорта до Кейтханы. Сейчас мы с вами выезжаем из тоннеля. Будем ехать по мосту, который пересекает Золотой Рог пролив. И станция здесь одна на мосту. Она так и называется Халич, что с турецкого языка переводится как Золотой Рог. Это вот голос, который вы сейчас слышите на стороне. Это очередные попрошайки. В Стамбуле очень много людей, которые попрошайничают в транспорте, приводят своих больных родственников, либо кто-то притворяется, кто-то играет на инструментах, собирают деньги. Но вот в Стамбуле этого очень-очень много. Ну и как вы можете заметить, опять же все вагоны оборудованы дисплеями, звуковыми табло и просто мануальными вот такими табло над дверьми. вагоны в метро, как вы видите, все соединены друг с другом и можно спокойно переходить из одного вагона в другой, выбирая наиболее удобное местечко. Ну что, идем мы уже с вами по станции Шичханы и немного истории. Первые планы строительства собственного метрополитена в европейской части разрабатывались несколько раз. Впервые в 1912 году, затем в 1936 году и в 1951 году. В итоге проектирование существующей уже линии метро началось в 1987 году. Строительство шло очень-очень медленно из-за того, что были найдены многие археологические памятники. И в связи с тем, что Стамбул находится в сейсмически активном районе, строительство велось открытым способом. И по расчетам метрополитен должен выдержать землетрясение до 9 баллов. Здесь мы с вами три эскалатора поднимемся, а я вернусь. Друзья, вот как раз линия М7, современная станция, метро, и здесь курсируют поезда на линии М7 и М5. Курсируют вагоны без машиниста. то бишь полностью автоматические раздвижные двери. Можно спокойно зайти в вагон, если позволяет. Вот просто мы сейчас на конечной станции этой линии и можно встать около окна и смотреть в тоннель, когда едешь. Вот так вот выглядит современная станция и современный вагон. Ну что, выходим на истекля Джаддесе. Вот такая здесь красота. Совсем немного. Друзья, по истекля конечно мы с вами уже гуляли. У меня видео есть на канале. Пожалуйста, переходите. Там два плейлиста, три даже у меня плейлиста. Это европейская часть, азиатская часть Стамбула и какие-то интересные места. Там рынки, магазины и так далее. Вот здесь уже приток людей громадный на истекляли. Опять же утро. Но посмотрите уже что творится. Ну а мы с вами направляемся прокатиться на тюннеле. Тюннель это самый первый подземный тоннель вырытый в Стамбуле, который соединяет вот с этой стороны начало улицы истекляль. Вот желтая, там еще не видно, сейчас подойдем, который соединяет начало улицы истекляль и Каракей внизу уже около залива Золотой Рог. Ну а пока пройдем посмотрим по сторонам. Город проснулся, туристы все проснулись и гуляют по самой известной улице в Стамбуле истекляль в европейской части города. А в Азиатской такая же пешеходная с магазинами улица называется Багдад Чаддесе. А вот эта слева дорога как раз и ведет к Галатской башне. Мы с вами вот сюда пойдем в реконструируемое здание. Вокруг вот такой великолепный архитектурный пейзаж нам вот сюда друзья. Ну что заходим в Гирич вход. Сейчас оплатим и я вам расскажу про это сооружение которое сохранилось до сих пор и называется Тюнель. Так сколько с меня возьмет обычно вон вагончик обычно это стоит 10 лир турецких но с меня возьмут меньше за пересадки 5.15 Вот проходим и прыгаем вот в такой вот великолепный 16 метровый вагончик. Друзья история строительства этого тюнеля который является кстати вторым старейшим метрополитеном в мире началась с того что французский оп вот посмотрите вокруг началась с того что французский инженер Гаван предстал перед османским султаном Абдул-Азизом с проектом железной дороги типа лифта которая должна была соединить Галатский мост и Пера Пера это бывшее точнее старое название улицы Истекляль а затем давайте вот здесь сейчас машинист сядет и поедем поедем и я продолжу рассказ ехать всего-то 90 секунд ну что друзья сейчас тронемся вагончик подзабился сейчас машинист оп поехали и 10 июня 1869 года Гаванду была предоставлена концессия на строительство этого тюнеля строительство тюнеля планируемый срок эксплуатации которого составлял всего 42 года началось 30 июня 1871 года и завершилось 5 декабря 1874 года тюнель начал функционировать в 1875 году после пышной церемонии с участием местных и иностранных гостей всего мы сейчас с вами прокатимся 573 метра как я уже сказал 90 секунд займет наше удовольствие вот дорожка разделяется на две части появляется два пути и всего здесь два вагона которые вмещают в себя каждый 170 пассажиров и вот так вот мы за 90 секунд с вами добираемся с начала улицы Стекляль к Галатскому мосту вниз тут конечно очень темно но надеюсь что вам что-то хотя бы видно вот такой вот этот тюнель считался первой подземной дорогой первым подземным тоннелем во всей Турции как я уже сказал до этого второе подземное сооружение в мире ну вот уже приехали 573 метра прошли очень быстро и подъезжаем к станции потихоньку а там ждут уже пассажиры от Галатского моста и поедут гулять по Стекляль ну а мы с вами сейчас выйдем и следующий у нас вид транспорта это у нас будет Вапур выходим друзья вот такая станция у нас внизу у Галаты и вагончик конечно отреставрированы с тех времен ну вот интересно прогуляться так не прогуляться а прокатиться по такому значимому первому одному из первых сооружений подземных в мире а сейчас мы с вами направляемся к мосту Галата я перекушу где-нибудь в Каракей и будем с вами кататься и осматривать что такое Стамбульский Вапур паром погода хорошая у нас друзья днем прям жарковато еще а ночью уже градусов 15-17 опускается до этого тут ничего такого интересного нет просто обычные магазины мы уже с вами гуляли по Каракей также у меня на странице можете полистать видео в плейлисте европейская часть Стамбула будет прогулка по Каракею и по Галатскому мосту вот вход в этот тюнель выглядит вот так находится в обычном торговом здании неприметном кто если будет идти и даже и не узнает если целенаправленно не идти на тюнель в тюнель вот улица и город живут своей жизнью все друзья увидимся с вами около Вапура ну что друзья находимся с вами на станции Каракей и пойдем мы с вами по немного золотому рогу прыгнем под мост и пересечем с вами Босфор из азиатской в европейскую часть точнее наоборот из европейской в азиатскую сколько 19.50 стоит Вапур здесь такая вот очередь но ждать недолго 7 минут до прибытия Вапура погрузимся туда с вами пройдем посмотрим по Вапуру на верхнюю палубу пройдем по нижней уборную так надо убрать кошелек покажу вам уборную на Вапуре ну и соответственно расскажу про Вапур немного сейчас один отправится и подойдет наш посадка началась заходим на Вапур обычно друзья не везде такие большие пристани есть например в картале в пендик в азиатской части и также в европейской скелесе которые очень маленькие стоят прямо на берегу вот такой вот мостик перекидывается и сразу заходишь так и мы с вами сначала я хочу прогуляться по нижней палубе по закрытой части а затем с вами пройдем по верху вон галатский мост видно ну и посмотрим когда будем отплывать покажу вам вот лестница с двух сторон вот такие лестницы сразу на верхнюю палубу но мы но мы с вами направо небольшой буфет снеки можно купить напитки и вот такое вот убранство интерьер окрытой части вапура они все разные друзья есть со столиками без столиков деревянные кожзам разных цветов но вот сегодня нам подогнали вот такой вот вапур телевизор табло все спасательные средства также есть жилеты круги и вот хвостовая часть вапура галатский мост уборная чудо ее заварили что ли закрыли хотел показать вам написано курить нельзя но здесь все курят выходят а вот открыто или тоже заваренная не может быть один должен быть рабочий опа ну вот раз ну такие там конечно не видно там чаша генуя пахнет это все отвратительно поэтому лучше воздержаться вот таких вот ну что друзья посмотрим сейчас аккуратно пройдем посмотрим как выглядит верхняя палуба открытая вот так вот опять же есть лавочки есть металлические есть деревянные есть пластиковые кресла все по разному и сейчас мы с вами пойдем под Босфор все мозг выключился под Галатским мостом Галатскую башню было видно вот там вот Халыч Халыч точнее остановка метро где мы с вами ехали это Золотой Рог и сейчас мы проходим под Галатским мостом и уже выходим в Босфор когда-то мост раздвигался для пропуска судов но сколько я здесь нахожусь я ни разу еще не видел чтобы в это время раздвигали центральную часть Галатского моста вон новая мечеть Ениджами и с этой стороны у нас немного видно Галатскую башню ну и люди сидят отдыхают на верхней палубе сейчас уже кстати немного друзья прохладно наверху но днем еще можно а вечером но вряд ли даже в куртке будет совсем прохладненько так а я постараюсь спуститься обратно здесь небольшой затор женщина курит молодой человек пытается ее согнать какая грозная тетя вот так вот друзья вот такая вот красота сейчас мы пересечем Босфор и кстати посмотрим там я вижу уже два стоят лайнера круизных в Галатском порту мы гуляли тоже с вами опять же в моих видео поищите вон стоят два круизных больших лайнера привезли туристов вот так вот друзья выглядит район Биулу в европейской части города и вон они стоят два многоэтажных круизных лайнера которые пришли из-за границы и привезли в Стамбул туристов а вон уже азиатская часть куда мы с вами и направляемся в Кадыкёй чьи-то яхты рыболовные суда ну и вот такой вот вапур а вот внутри сидят люди ну что прибыли мы в Кадыкёй и выходим с вами друзья как вы поняли вапуры это водный вид транспорта в Стамбуле они бывают и новые и старые и ухоженные и обшарпанные но в основном если вы прилетаете в Стамбул лучше всего конечно везде гулять в будние дни потому что в выходные дни эти вапуры забиты просто под завязку они ходят очень много на европейской стороне из Келеси пристани пристани да правильно поправьте в комментариях оп выходим и так же в азиатской части очень много пристани и можно добраться из любого района Стамбула на вапуре в другой а так же можно добраться как с европейской так и с азиатской части на вапуре на принцевы острова причем на 4 острова вапуры ходят абсолютно спокойно там 5 по моему 5 и 6 остров там только местные могут так сейчас перейдем здесь а на 4 острова можете спокойно сходить на выходные погулять на 1 день на 2 дня я думаю что этого того стоит опять же тоже у меня несколько видео есть скажите мне спринцевых островов можете так же перейти погулять со мной и посмотреть вот так вот выглядит вапур водный вид транспорта Стамбула ну а далее мы с вами направляемся чтобы прокатиться на метробусе и там посмотрим что это такое друзья ну что мы вернулись на Мармаре до станции Айрелык Чашмисы и отсюда это конечная станция всех метробусов в азиатской части и отсюда мы с вами поедем посмотрим и прокатимся на метробусе небольшая очередь на вход друзья что такое метробус это способ организации обычного автобусного сообщения отличающийся более высоким как сказать эксплуатационными характеристиками например по сравнению с обычными автобусами а что что особенного скорость другая надежность и провозная способность и по некоторым параметрам в частности по скорости системы скоростного автобуса сравним с метро только метро это под землей а автобусы это на поверхности так сколько возьмет 22 лиры друзья берет метробус с меня вот так вот выглядит станция на этом я скорее всего не поеду потому что он будет уже забит под завязку а поедем на следующем они ходят очень часто и от обычных автобусов метробус отличаются несколькими особенностями сейчас я вам про них расскажу что у нас здесь да вот на том мы с вами и поедем подъедет сюда вот так выглядят несколько секционные автобусы точнее метробусы и сейчас мы с вами в него забьемся так давайте потихоньку заходим сюда вот и прибомбимся с вами где-нибудь здесь друзья из особенностей трассы проходят по естественно выделенным полосам и на перекрестках у метробусов естественно преимущество и тут они с достаточно высокой скоростью поэтому если вы пользуетесь метробусом обязательно держитесь за поручни думаю скорость уже видно вот часто еще используются нестандартные автобусы например сочлененные вот такие вот много секционные здесь всего две секции но бывает еще и по три опа держаться друзья надо обязательно а так все как обычно вот посмотрите и табло есть с остановками и объявляют остановки поэтому ничего не особенного ничего такого сверхъестественного здесь нет скорость высокая и пробок нет и также на некоторых системах остановки напоминают станции рейсового транспорта они закрыты со всех сторон и имеют абсолютно разные билетные и справочные кассы оборудованы все везде турникетами и как я уже говорил когда мы с вами ехали на мармарай у метробуса есть такая же система возврата денежных средств вот они допустим взяли с меня 22 лиры сразу за весь маршрут метробуса но я проеду всего две остановки сейчас мы с вами уже выйдем и посмотрим сколько нам вернут денег вот такие вот обычные остановки видите отгоражены от трассы едут по выделенке ну правда очень удобный вид транспорта особенно кто живет в каких-то районах где далеко метро или забито метро или я не знаю сел быстро доехал скорость отличная ходят часто туда-сюда ну и пожалуйста вот такая панорамка станция называется Сюютлю Чешмей какой-то небоскреб внизу торговый центр ну а мы с вами направляемся к выходу Чекыш и отсюда вот тоже в эту сторону и мне самому интересно сколько сейчас нас точнее сколько нам вернут денег так здесь нет эскалатора на спуск ну и неважно мы молоды бодры и полны сил верно вот и остался друзья у нас с вами единственный вид транспорта общественного который мы с вами еще не обозрели это обычный автобус там есть небольшая особенность при его использовании я вам позже когда мы на нем поедем расскажу так и мне интересно сколько он вернет 22 лиры взял две остановки я проехал и 9 лир 9,5 лир вернул ну что друзья увидимся с вами в автобусе ну и последний вид общественного транспорта в Стамбуле не считая самолетов поездов и автобусов междугородних ну кстати железнодорожный транспорт в Турции развит не очень ну опять же как-нибудь с вами посмотрим проедем ну а последний вид транспорта общественного в Стамбуле это обычный городской автобус который вон уже едет сейчас с вами посмотрим как они выглядят обычные желтые автобусы односекционные вот подъезжает и сейчас мы с вами посмотрим как это все внутри выглядит как оплачивать и какая здесь есть особенность весь вход транспорт в Стамбуле как и в Москве с передней двери 15 лир будет да 15 лир стандартная цена пока еще не сильно забит транспорт так и мы с вами в самый конец ну и вот так вот смотрите выглядит обычный городской автобус но опять же табло голосовое сопровождение но есть фишка вот видите зеленая кнопка и здесь вот она тоже зеленая вот если вам нужно выйти вы должны обязательно на нее нажать если вы на нее не нажмете автобус не остановится вот например в средней двери женщина нажала и она сейчас выйдет и обратите внимание моя дверь не откроется потому что ну как бы мне не надо вот так вот а на этой остановке я буду выходить вот посмотрите опять же раз красная загорается всегда на дверь красный знак дурочак и сейчас мы остановимся и моя дверь откроется очень многие кстати когда толпа чтобы не ждать очередь и зайти через переднюю дверь заходят через среднюю и заднюю и потом передают свою карточку для оплаты через всех людей так не очень удобно мы на светофоре вот друзья вот такой у нас получился сегодня день попробовали посмотрели с вами весь общественный транспорт Стамбула ну и здесь вот я выпаду все друзья вот так вот вот такой транспорт Стамбула надеюсь вам видео понравилось не забывайте ставьте лайк подписывайтесь на канал рекомендуйте видео пишите комментарии ну а кто хочет поддержать материально ссылка на донаты под видео все друзья всем мирного неба всем большое спасибо всем пока